Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и цитата свободы. Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдёт о том, как Путин встречался со школьниками, об уроках пропаганды и похоронах Горбачёва. С тех пор, как в России ввели уголовную ответственность за антивоенные высказывания, мы вынуждены цитировать некоторых авторов анонимно. 1 сентября Путин провёл для школьников в Калининграде открытый урок, на котором снова поделился своим особым видением истории России, СССР и Украины. По его словам, украинских школьников учат не так и не тому. Вот я вчера разговаривал с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Значит, он был в Донецке, в других территориях. Вот он мне вчера рассказывал, я просто, извините, рот открыл. Вот школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. В соцсетях слова президента привычно растиражировали пропагандиста. Сергей Марков. Путин в Калининграде рассказал, как он был шокирован очень низким уровнем образования в школах бывшей Украины. Школьники даже не знают, что Россия и Украина были в едином государстве. Они также не знали, что Россия построила Крымский мост. Учителя им рассказывали, что Крымский мост – это фейк. Учебники истории на Украине – это собрание грубой ксенофобской лжи. И, конечно, украинские учебники истории должны быть запрещены так же, как были запрещены фашистские учебники истории. А учителям истории на Украине, наверное, должно быть запрещено преподавание за распространение в течение восьми лет ксенофобской лжи детям. Между тем, кажется, ксенофобскую ложь распространяет сам президент. Как обычно, вместо фактов он пересказывает какие-то бредни. Легенду про школьников и Крымский мост уже разоблачил пользователь твиттера Russia Calls. Его посты пересказывает стриме на своем канале журналист Олег Кашин. Смутившая многих история про то, что на Украине школьники считают, что Крымский мост – это фейк. Откуда она взялась? Оказывается, в 2000, дай бог памяти, еще в 2016, что ли, году, сейчас я посмотрю на свою соответствующую запись, в 2017 году украинское издание «Версийком» напечатало фильетон, посвященный открытию Петром Порошенко моста в городе, между прочим, Изюме. И, соответственно, они там дословно вот так пошутили. То есть, действительно, сатирическая статья. На следующий день издание РИА Новостей и на СМИ перепечатало эту заметку уже просто как новостную заметку, которая, да, вырвана из украинского контекста про мост в Изюме. И вот, собственно, да. А через год, через год, уже как о факте, что вот на Украине местная пресса утверждает, что Крымского моста не существует, заявила Мария Захарова. И, очевидно, собственно, в дальнейшем эта новость дошла таким образом до Владимира Путина. На встрече со школьниками Путин заодно пояснил, что цель так называемой СВО – это уничтожение некоего антироссийского анклава в Украине. Наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, ополченцам Донбасса – эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. О ликвидации анклава как цели войны многие услышали впервые. Что это такое, не понял никто. В том числе публицист Леонид Радзиховский. Он комментирует слова Путина на канале Ибрагима Рабаха. Поскольку он сам не объяснил ни, что это за анклав, ни в чем конкретно заключается смертельная опасность, и почему-то, что совсем уж удивительно, школьники настолько ленивые и нелюбопытные, что никто даже вопрос этого не задал. О каком анклаве речь и в чем состоит смертельная опасность? Причем, с одной стороны, теперь наши ребята понимают, за что они воюют, и многие из них погибают. За что они воюют? Они воюют против анклава, который представляет для наших ребят смертельную опасность. Ну, по-моему, это загадки какие-то, ребусы. Что за анклав? В чем состоит опасность? Каким образом мы от этой опасности избавляемся? Я не понял ничего, но я понял, что, по-видимому, концепция изменилась, собственно, давно уже изменилась, и вместо идей принуждения к братству мы хотим чего-то другого. Не исключено, что Путин не понимает смысла слова «анклав», считает блогер Рустем Адагамов. В детстве мне мама всегда говорила не употреблять слов, значения которых ты не знаешь. Анклав — это часть территории государства, полностью окруженная территорией другого государства. Анклав — это, например, Ватикан, Африканское королевство Лесота, Сан-Марина. Гибралтар и Аляска — это полуанклавы, так как у них есть выходы к морю. Калининград — это полуэксклав. Он окружен Литвой, Польшей и имеет выход к морю. Таких территорий множество, но ситуация с войной в Украине никаким образом не имеет отношения к этим терминам. Анклав не может быть ни антироссийским, ни пророссийским. Это не про политику, а про географию. Цель так называемой СВО меняется не впервые, отмечает главный редактор европейской ипостаси «Новой газеты» Кирилл Мартынов на канале этого издания. В очередной раз мы слышим о том, что появилась какая-то новая цель специальной военной операции. Цель специальной военной операции уже заключалась в чем? В деноцификации, в демилитаризации, в том, чтобы вернуть подарки Ленина, в том, чтобы защитить, наверное, русский язык, который очень страдает. Ну вот, а теперь еще, видите, анклав какой-то обнаружен, и вот его нужно ликвидировать, но границы его не ясны. Это очень здорово, когда ты ведешь войну, и у тебя там каждую неделю новая цель. Я хочу там убить всех людей, потом я хотел просто пошутить, потом, значит, я здесь просто мимо проходил, потом вы все нацисты, потом мы хотим, чтобы вы свергли правительство Зеленского, а украинцы с нами один народ. И так до бесконечности. Вот еще одна версия того, почему, собственно говоря, война ведется, ну какой-то анклав там найден. Вот, наконец, у меня вопрос самый главный, а кто вообще этот анклав создает? Вот что за анклав создается такой антироссийский, знаете, который зло России приносит, и просто люди просто ненавидят Россию в этом анклаве. Мне кажется, что главный создатель антироссийского анклава на территории государства Украины – это Владимир Путин, потому что, разрушая украинские города, он, безусловно, создает антироссийский анклав. С этой мыслью согласен публицист Игорь Эйдман. Правильно так. На территории России создан анклав, угрожающий самому существованию человечества. Его ликвидация – цель политики стран, создающих большую часть мировой экономики и вооружений. И эта цель достаточно скоро будет достигнута. Но больше всего комментаторов потрясли другие слова Путина. Трудолюбие вообще – это отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант. Откуда вдруг всплыла эта резиновая попа? И почему она должна ассоциироваться с трудолюбием? Для многих загадка. Юрий Малавириан. Терпение и труд – всё перетрут. Резиновую попу, например. Александр Рыклин. А что это вообще за метафора такая? Резиновая попа – символ трудолюбия? Бред какой-то. Если он только не про надумных женщин. Тогда, конечно, теоретически можно себе представить, что он хотел сказать. Но там же дети сидели. Тему резиновой попы проанализировали все политически ориентированные ютюберы и стримеры. В том числе Нина Урасибашвили и Майкл Наки на канале «Популярная политика». Я думаю, что слова попы и талант в абсолютном ужасе. Потому что за всё время существования великого и могучего русского языка никто их не использовал в таком контексте так близко друг к другу. Но Владимир Путин смог. К сожалению, не удалось связаться с Валерием Соловьём, чтобы узнать, что именно, какие именно проблемы Владимира Путина заставили его говорить в таком странном контексте о различных человеческих органах. Потому что его выражение «резиновая попа» не встречается в современных российских и исторических источниках. Более того, вообще у него это как-то отдельной сквозной темой проходит. Помните, его как-то просили нарисовать кошку, и он решил изобразить её весьма со странного ракурса. Тема поп как-то сильно много слишком места занимает в жизни Владимира Путина. Уж не знаю, связано ли это с его агрессивным поведением и с его буквально уничтожительным для всего мира посылом и последствиями, которые он несёт. Некоторых комментаторов новое изречение Путина вдохновило на стихи. Евгений Фарбер. Мечтает об игрушках из секс-шопа. Пусть помечтает. Мы ведь точно знаем. Наступит не резиновая жопа, а самая обычная – мясная. Политолог Станислав Белковский на канале Ходорковский лайв тоже отмечает важность этой темы для президента. Безусловно, в характере Владимира Путина много анальных черт. Это его консерватизм, неготовность осмысливать современности будущей, использовать новые методы. Это его страсть к удержанию неких ресурсов, позволяющих выживать в одиночестве. Например, те же резервных и стабилизационных фондов, которые, правда, частично Запад отобрал, но долгое время же они копились и ни при каких обстоятельствах не раздавались верноподданному народу и не вкладывались в экономику это все. Поэтому здесь резиновая попа, безусловно, это очень созвучный миропониманию, миросозерцанию Владимира Путина образ. Некоторые блогеры считают, что в окружении школьников президент превращается в героя анекдотов про Вовочку. Светлана Чунихина. У Путина с детьми прямо не задалось. Это в обычной жизни. С верноподданными он чистые руки, холодная голова, сама невозмутимость. А с детьми черт знает, что начинается. То мальчика в пупок поцелует, то кота вид сзади возьмется на доске рисовать. Теперь вот жопу резиновую проповедовал. Детская непосредственность в его возрасте страшная штука. Другие уверены, что Путин выжил из ума. Альфред Кох. Воля ваша, господа, но я убежден, что мы имеем дело с казусом безумного короля. Такое бывало в мировой истории. Например, Великобритания пережила период рейганства, когда страной правил принц-регент вместо безумного короля Георга Третьего. И никакой катастрофы со страной не случилось. Она даже выиграла войну с Наполеоном. Да вот хоть и сама война с Украиной, это ли не доказательство безумия, когда для защиты русских в Украине их велено убивать? Ну, право. Ну, какие еще требуются доказательства? С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Путинский открытый урок в Калининграде должен, по всей видимости, послужить примером для других преподавателей, которым предстоит перевести вне классное занятие «Разговоры о важном». Этот гибрид классного часа и советской политинформации с начала учебного года стал в российских школах обязательным и будет проводиться перед началом занятий каждый понедельник. Российским школьникам расскажут в том числе о лишении проблемных ситуаций на примере специальной военной операции по защите населения Донбасса. А старшеклассников будут готовить умирать за родину, рассказывает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колизев. А ученикам 10-11 классов, многие из которых скоро станут призывниками, учителя должны добавить вот что. Стать патриотом нельзя, если только декларировать лозунги. По-настоящему патриотически настроенные люди готовы защищать свою родину с оружием в руках. Впрочем, потом добавят, что это не единственный путь проявления патриотизма. «Патриотизм проявляется в малых делах, знании истории своей страны, уважении ее культуры и традиций, поэтому патриотом является тот из нас, который готов действовать на благо своей страны, своей отчизны». Конец цитаты. Кто-то скажет, а разве это не так? Так. Но пропаганда, как обычно, жонглирует понятиями. С одной стороны, говорит, что патриоты должны защищать свою страну с оружием в руках. Но тут же объявляет, что война в Украине — это не нападение на соседнее государство, а защита России от нападения, которое, правда, существует только в фантазиях Путина. Да, патриоты защищают свою страну с оружием в руках. И сегодня это делают украинские патриоты. А Россия нападает. Ей нужно больше солдат. И грозит, что будет нападать дальше, уже на европейские страны. И чтобы вчерашних старшеклассников легче было забирать в армию, их надо начинать готовить уже со школьной скамьи. Методички с темами занятия были вывешены на сайте Минпросвещения, но теперь их убрали, видимо, чтобы лишний раз не пугать родителей. Многие сейчас пытаются понять, как дальше воспитывать детей в новых реалиях. 1 сентября в школах уже ощутили давление патриотической обязаловки, пишет один анонимный автор. К дочке в школу прокурор приходил. Рассказывал, как отличить фейк от нефейка. В наше время хотя бы космонавтов приглашали. Другой анонимный автор излагает популярную стратегию, да более напоминающую о советских временах. Уже объяснили ребенку, что в школе не надо выступать, а то, что говорится дома, то остается дома. Куда деваться приходится. Журналист Сергей Пархоменко напоминает, что еще недавно власти призывали все кары на голову Навального и его соратников за то, что они якобы вовлекают детей в политику. По существу, сегодня это самая большая опасность, которая появилась в отношении российского общества уже во время войны. Государство приняло решение вести дальнейшую пропаганду через детей. Здесь, конечно, возникает существенный вопрос о том, насколько дети окажутся восприимчивы к этому. Совершенно ясно, что это не работает механически. Совершенно ясно, что в истории взаимоотношений между школой и детьми есть еще важнейший третий участник – это семьи и это родители. От них в значительной мере зависит, насколько эта пропаганда окажется эффективной. Государство продемонстрировало сейчас, это уже совершенно понятно, мы видим эти методички, мы видим название этих уроков важного, мы видим полную, тотальную решимость втянуть детей в это политическое противостояние. Абсолютно никакого представления о том, того самого циничного, лицемерного, тех самых циничных и лицемерных заявлений о том, что дети должны быть вне этого, что политики не имеют права подступать к детям с этими темами, что те, кто это делают, люди бездравственные. Мы помним бесконечные упреки в отношении Алексея Навального и его соратников, что вот они, дескать, такие злодеи, что они пытаются вовлечь каким-то образом малолетних граждан России в свою деятельность. От этого, конечно, ничего не остается. И государство совершенно хладнотровно и цинично сегодня встало на этот путь, задействовав самый в гражданском смысле безнадежный отряд государственных служащих, а именно сообщество школьных учителей. Мы много раз говорили с вами, что вот эти бюджетники в таком самом, я бы сказал, в вульгарном смысле этого слова, оказались в положении самых зависимых и самых бессловесных рабов российского государства. Есть мнение, что ничего такого уж страшного в уроках пропаганды нет. Дети быстро научатся отличать правду от вранья и будут пропускать все это мимо ушей, пишет в колонке на сайте Политру Иван Давыдов. Прогрессивные родители в панике. Надо защитить детей от промывания мозгов. Психологи утешают. Юристы дают советы. Матери в истерике. Отцы в обмороке. Или наоборот. Но мы ведь понимаем, во что через пару недель все это выродится. Заваленные работы учителя. Теперь еще придется тратить время на псевдопатриотическую трескотню, которая ни им, ни тем более ученикам не нужна. Нормальные, живые ученики, у которых свои заботы, страшный этот интернет, музыка, книги, получится политинформация. Вроде советская, только еще тухлее. И это будет лучшей прививкой от неосоветского вируса. Политолог Екатерина Шульман на канале Бильд по-русски напоминает, что пока эти занятия даже не сделали обязательными. Насколько я понимаю на данный момент, в учебной программе этого нет. То есть это не часть ФГОСов, федеральных образовательных стандартов. Это называется внеучебная деятельность. К участию во внеучебной деятельности нельзя принуждать. Так что вы можете, опять же, разобравшись в этом, как это выглядит в вашей конкретной школе, может быть, у вас этими уроками замещаются какие-то часы учебных приметов, например, истории. Но, опять же, насколько я пока понимаю, предполагается, что это внеучебная деятельность, воспитательная работа, как это называется. А если вам это все не нравится, то вы можете не приходить. В том смысле, что вы можете сказать своему ребенку, что он поспал бы подольше в этот самый день. По-моему, всю эту красоту собираются с утра в понедельник как раз и устраивать. Значит, если вы чувствуете, что тут начинается какой-то конфликт, что вашему ребенку там чуть на него давят, будет ему там как-то плохо, я бы не, так сказать, не лезла на рожон. Учитывая, что через некоторое время все уже сами привыкнут к этим урокам о главном и разговорам о важном и о страшном, и это все всем надоест. Поэтому если вы походите первые там три недели, а потом перестанете ходить, то это будет, так сказать, может быть, легче вам дастся и к меньшему убытку приведет для вашего школьника, чем если вы вот прям сразу с какого-то там 5 сентября они должны это начинать, скажете, нет, никогда нога моя не ступит и не буду вот я слушать эту всю ахинею. Есть и решительные родители, которые сразу заявили, что их дети на эти уроки ходить не будут. В Екатеринбурге одна мать школьника написала классному руководителю письмо о том, что она занимает антивоенную позицию и категорически против того, чтобы ее сын посещал эти уроки, и директор школы разрешил ему на них не приходить. Шаблон такого письма с отказом от уроков пропаганды опубликовала движение женщин-политиков «Мягкая сила». На самом деле они не такие уж безобидные, пишет сценарист и преподаватель Евгений Казачков. В Советском Союзе в школе, в вузах и вообще везде последние 20 лет промывали мозг без энтузиазма и для галочки. Преподавали историю партии и научный марксизм. В курсовые и дипломы надо было вставлять решения последнего съезда и ленинские обоснования, даже если это работа по физике. И все понимали, что это полная ерунда, обязаловка, которую надо перетерпеть. Никто не индоктринировался научным коммунизмом, но все выучили кое-что похуже, что в жизни должна быть бессмысленная хрень, что с ней надо мириться и не задавать вопросы, что ты должен притворяться, и когда говоришь, и когда слушаешь, и когда пишешь. Вот скажете, но думать-то можно честно? Нет. Если мысли не выражаются в словах и делах, то это, по сути, даже не мысли. И этот эффект хуже, чем если бы все поверили в научный коммунизм. Люди сидят на расстоянии вытянутой руки. Каждый понимает, что бессмысленно тратит время жизни. Знает, что те, кто рядом, осознают то же самое. Но никто ничего не делает по этому поводу. Только на кухне все с удовольствием сообщают друг другу, что ни во что не верят. Да, так учат не Родину любить, а ни во что не верить. Так вырабатывают не иммунитет к пропаганде, а цинизм. Так людей атомизируют и деморализируют. Что эти люди сделали, когда появилась возможность что-то сделать? Ничего. Вы слушаете «Цитата свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В субботу 3 сентября в Москве хоронили Михаила Сергеевича Горбачева. К колонному залу Дома Союзов, где проходило прощание, протянулась длинная очередь. Из высших лиц России на прощальную церемонию пришел только Дмитрий Медведев. Путин простился с Горбачевым раньше, в одиночестве. Похороны якобы не вписывались в его рабочий график. Но настоящая причина совсем иная, считает оппозиционный политик Алексей Черемушкин. В этой очереди нет человека, практически до основания разрушившего все то, что сумел сделать покойный и за что ему благодарен весь мир. Неотложные дела в Калининграде. Строго говоря, для абсолютного большинства из тех, кто посчитал необходимым прийти сегодня к Михаилу Сергеевичу, появление этой персоны было бы не совсем уместным. Пиарщики же опять на высоте. Такие проявления симпатии к покойному в свете новой геополитической доктрины народу не нужны. Также думает и журналистка Ксения Ларина. На канале Игренул Грэм она отмечает, что фигура одинокого Путина у гроба Горбачева выглядела крайне зловеще. Почему он не идет на похороны Горбачева? Потому что понятно, кто туда придет прощаться с этим человеком. Туда прощатся люди, которые Путина ненавидят, с которыми ему встречаться страшно с этими людьми. Это та часть общества. Уж не знаю, сколько будет завтра народу. Конечно, мне бы хотелось, чтобы было много народу. Много. Потому что это все-таки тоже показатель не просто отношения к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Это такой своеобразный тест общества. Понять, сколько сегодня людей нормальных, которые оценивают сегодняшнюю ситуацию так. Которые придут сказать, человеку, который им дал свободу, сказать спасибо. Что бы там ни было, можно только так это оценивать. В любом случае, я так оцениваю. Поэтому, да, вот, потому что для меня жуткое произвело впечатление, это не знаю, сцена. Ощущение, что этот гроб с телом ему просто в бункер привезли. Вот до такой степени все чудовищно. Все чудовищно, дико, страшно. И не понимаю, где это происходит. Говорят, что это там ЦКБ. Но сама по себе мизансцена, она просто там для каких-нибудь фильмов Ларса Фонтриера. Страшная просто. В отсутствие политиков самым заметным человеком на похоронах оказалась Алла Пугачева, которая в тот же день опубликовала в Инстаграме прочувствованный некролог. Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу. Перестали быть империей зла для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все они без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки были несмертельны для всего человечества. Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь, еще не поздно. Но главным действующим лицом этих похорон стало не Пугачева, а обычные граждане, которые выстроились в огромную очередь, чтобы проститься с последним президентом СССР. В очереди стояли далеко не только те, кто застал правление Горбачева, отмечает историк Андрей Зубов. Собрались не десятки и не сотни, но тысячи, может быть, десятки тысяч, и седовласых среди них было меньшинство. Пришли совсем молодые и те люди средних лет, которые родились в перестройку, но, понятно, не могли осознать ее тогда. Пришли те, кто свободу и достоинство ценят больше солнечного субботнего утра. Пришли те, кто хотели засвидетельствовать у гроба, что дело, начатое Горбачевым, будет жить, и сколько бы ни мрачны были нынешние времена, они будут преодолены, как преодолел сам Михаил Сергеевич Брежневский застой и жуткую в своем символизме гонку на лафетах. Пришли те, кто узнали на собственном опыте или из рассказов родителей, что в России может быть выход из агрессивно-послушной тоталитарной колеи. И своим приходом ко гробу отца перестройки тысячи людей засвидетельствовали, что они не желают двигаться по ней. Коммунистов и патриотов, такое количество желающих отдать Горбачеву дань последней памяти, явно расстроило. Игорь Стрелков. Всех явившихся почтить память покойной мрази обязательно подробнейше переписать, поскольку это самые откровенные, смелые и решительные из врагов России, русского народа и всех других народов России. Остальные предпочли отсидеться в сторонке. Пухорны Горбачева действительно стали для многих чем-то вроде спонтанной массовой акции протеста в центре Москвы. Это отмечает в том числе посетивший журналист «Эхо Москвы» Антон Орех на канале «Живой гвоздь». Я вчера был на обращении с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. У меня было такое ощущение, что многие люди туда пришли, в том числе и потому, что это какая-то единственная была возможность просто собраться всем вместе где-то. И по умолчанию это вот такой была тоже акция, на мой взгляд. Политкорректный такой митинг, да, нового времени? Да, 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 да. Но там же, кстати, в ходе этого политкорректного митинга пять человек задержали, как не знаю. Полиция действительно задержала нескольких человек из очереди. Два или три были задержаны за антивоенные значки. Еще один человек за то, что вступился за задержанное. И еще одна пенсионерка, после того, как она начала критиковать полицейских, рассказала издание ОВД-Инфо со ссылкой на очевидцев. И все равно у многих было ощущение, что они поучаствовали в чем-то вроде разрешенного митинга, отмечают комментаторы. Павел Пряников. Читаю и лично слышал от двух людей, прощавшихся сегодня с Горбачевым. Это уже забытое чувство большой уличной кампании. Все привыкли, что такую толпу полиция бьет и растаскивает по автозакам, так как Москва стала режимным городом-одиночек. Люди за несколько лет отвыкли, что можно собираться на улице вместе. Михаил Бирюков. Многотысячная и многочасовая очередь прощания с Михаилом Горбачевым единственная доступная сегодня форма политического протеста. Ощущениями от похорон поделилась журналистка Татьяна Малкина на канале «Инсайдер». Ну, что есть, правда, польза в том, чтобы ходить именно прямо в пользу, как ни странно, на похороны, потому что по определению ты вдруг оказываешься в обществе людей, которые, очевидно, чувствуют и думают примерно то же, что и ты, то же, что важно тебе. И это всегда, извините за дурацкое слово, такой, оказывается, ресурс неожиданным образом, потому что ты понимаешь, что ты не один, что ты не одинок, что вас много. И космическое одиночество, которое, мне кажется, многие люди, которые думают и чувствуют, как я переживаю, начиная с 24 февраля, оно на секундочку как бы чуть-чуть приглушается или рассеивается. Вот так даже после смерти Михаил Горбачев парадоксальным образом смог поддержать тех, кто все еще надеется увидеть Россию свободной. С вами была Аля Пономарева и Цитата Свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, подписывайтесь, комментируйте и советуйте нас друзьям. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»